Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на канале Душевной Истории Жизни. Желаем вам приятного прослушивания. Инна Викторовна смотрела на дочь и не верила своим ушам. Милана только что заявила ей, что собирается выходить замуж за неизвестно какого парня по имени Иван. «Я ничего не понимаю», сказала она дочери. «Ты же встречалась с Никитой, и у вас всё было хорошо. Что изменилось?» «Никита такой хороший мальчик, воспитанный, вежливый. Семья у него замечательная, вполне состоятельная. Мы помогли бы вам встать на ноги, купили бы хороший дом или квартиру. Ты что, не понимаешь, что вы жили бы просто припеваючи? Но с Никитой, а не с этим твоим непонятным Ваней?» «Мам, Никита волочится за каждой юбкой. Я не хочу себе такого мужа, который совсем меня не уважает. Он чуть ли не открыто мне изменял. Я это терпеть не буду. А Ваня, он хороший. Меня очень сильно любит. И вообще, с чего ты взяла, что он непонятный? Если бы он был благополучный, ты бы меня с ним уже познакомила. Потому что ты прекрасно знаешь моё отношение к современным молодым людям в целом. И к твоим потенциальным женихам в частности». «Да, мам, я знаю», – усмехнулась Милана. «Во-первых, он должен быть из богатой семьи. Во-вторых, иметь хорошее образование. В-третьих, зарабатывать много денег. Но я спешу тебя огорчить. И ты права, я специально не стала тебя с ним знакомить. Видишь ли, мамочка Ваня из бедной семьи. Более того, он живёт в деревне и зарабатывает тем, что выполняет строительные и отделочные работы на заказ». «О, Господи, час от часу не легче», – воскликнула Инна Викторовна. «Только бомжей нам ещё и не хватало. И в какой деревне он живёт? У нас поблизости нет ни одной, чтобы он мог приезжать сюда на работу». «Есть, мам. Ты просто плохо знаешь нашей деревни. Его дом в Озерках». «И как же у него фамилия? Пупкин, Петров или, может быть, Сидоров? Иванов», – резко ответила Милана. «Да вообще, какая тебе разница? Семья у него необычная. Это я тебе говорю сразу. А теперь давай оставим разговор на потом. Мне пора, меня ждут девчонки». Инна Викторовна ничего не успела сказать дочери, а та, взяв сумку с собранными вещами, хлопнула входной дверью. А ещё через полчаса позвонила Даша, подруга Миланы, и попросила позвать её к телефону. «Звоню и на сотовой, но у неё почему-то выключен». «Постой, Даша», – похолодела от внезапной мысли Инна Викторовна. «Милана недавно уехала к тебе, она сказала, что вы собираетесь на вашу дачу отмечать чей-то день рождения, и она останется у тебя ночевать». «Да вы что, тётин?» – изумилась Дарья. «Я сейчас в Италии. И звоню Милане специально, потому что она попросила купить ей сумочку из последней коллекции, а я не уточнила, какой цвет ей нужен». «Боже мой!» – воскликнула женщина. «Моя дочь мне врёт. Не надо, Дашенька, ей ничего покупать. Она не заслуживает подарков. Тем более, что я посажу её под замок, и в ближайшее время она вообще никуда не выйдет». Не в силах больше сдерживаться, Инна Викторовна бросила трубку и заметалась по дому, не представляя, где искать свою блудную дочь. В том, что она сейчас с этим Иваном, Инна Викторовна не сомневалась и что делать не представляла. Наконец, она вспомнила о том, что говорила Милана и решила съездить в те самые озерки, чтобы поговорить с семьёй этого парня и объяснить, что они никогда не породнятся. Она быстро собралась, но едва направилась к выходу, как остановилась у зеркала и покачала головой. «Нет, нельзя появляться перед нищебродами в таком виде. Пусть думают, что она такая же, как они, и не рассчитывают на её деньги». Женщина тут же отправилась в ближайшее секонд-хенд, там подобрала себе нелепую одежду, и когда надела на себя выбранные вещи, горько рассмеялась. Вот такая судьба ждала её девочку. «Разве можно это допустить?» «Да ни в коем случае». «Как там сказала Милана? У этого Вани необычная семья?» «Ну-ну, посмотрим». Инна Викторовна вызвала такси и отправилась в озерки искать семью Вани Иванова. Деревенька на самом деле оказалась небольшой. Таксист уточнил адрес прибытия, но Инна Викторовна не знала, что ему сказать, и попросила остановиться у продуктового магазинчика. Расплатившись с таксистом и отпустив его, она вошла в павильон, чтобы расспросить продавщицу, где она может найти нужную семью. В конце концов, эти люди всё знают друг о друге. Несмотря на любезный тон Инны Викторовны, продавщица неохотно вступила с ней в диалог с неприязнью, поглядывая на бедно одетую женщину. Когда же она услышала, кто ей нужен, и вовсе махнула рукой. Там, в конце улицы, увидишь развалюху, стучись, не ошибёшься. Это и есть дом Ивановых. Инну Викторовну возмутила обращение к ней на «ты», но она вспомнила о своей роли и ничего не сказала грубиянке. Вместо этого купила немного печенья и конфет, чтобы не появляться с пустыми руками. И отправилась у гостя, даже не представляя, что её там ждёт. Неудобные тухли натирали ноги, о тротуарах в этой деревне даже не слышали, и женщине пришлось даже пожалеть о том, что она придумала всю эту затею. Но как настоящая бизнес-леди, отступать она не привыкла и вскоре оказалась у покосившегося дощатого забора, в котором явно не хватало половины досок. «Эй, хозяева!» – покричала она, стуча по калитке. Не сразу, но дверь домишки распахнулась, и на пороге показалась немолодая уже женщина, по всей видимости, бабушка Вани. Увидев её, Инна Викторовна ахнула. Перед ней стояла морщинистая старуха с испитым лицом и мутными глазами. «Чего надо?» – грубо спросила та. «Я хочу поговорить с Ваней или его родителями». «Ванька тебе нужен?» «Ну, иди поговори, раз пришла». Едва Инна Викторовна переступила порог этого дома, как поняла, что имела в виду Милана, говоря о странности семьи Ивана. Это было жилище настоящих алкоголиков, грязное, пропитанное отвратительным запахом, в первые же секунды вызвавшим у неё приступ тошноты. А из боковой комнаты показалась женщина лет сорока, растрёпанная в застиранном помятом халате. «Здравствуйте, вы, наверное, мама Вани», – стала объяснять Инна Викторовна, обращаясь к ней. «А меня зовут...» Договорить она не успела, потому что позади появилась та самая старуха и перебила её. «Натька, она к твоему Ваньке приехала. Поговорить хочет». «К Ваньке?» – завопила женщина. «К моему Ваньке? Ах ты гадина! Да я тебя за мужика все волосы повырываю. Ишь ты явилась какая расфуфыренная! Ваньку моего увезти хочешь?» «Ваш сын встречается с моей дочерью». «Сын?» – ничего не понимая, продолжала кричать женщина, вливая на Инну Викторовну потоки брани. «У тебя ещё и сын есть? От моего Ваньки?» «Да что вы такое несёте?» – рассердилась Инна, понимая, что женщина находится в полном неадеквате и разговаривать с ней невозможно. «Нет у меня никакого сына, у меня есть дочь, и она встречается с вашим Ваней». На крики жены из комнаты вышел мужчина такого отвратительного вида, что Инна невольно отшатнулась, а он, оглядев её с ног до головы, повернулся к жене. «Ты чего орёшь?» «Кобель!» – взвыла Надежда и накинулась на мужа с кулаками. Тот молчать не стал. Инна не успела выбраться из дома, в возникшей потасовке досталась и ей, и старухе. Последнее, что помнила женщина, так это разъярённое лицо Надежды, вцепившееся ей в волосы. Инна Викторовна лежала в грязи прямо на улице и не могла понять, жива она или уже умерла. Вдруг рядом послышался звук остановившейся машины, и над Инной склонились мужчина и женщина, с добродушными круглыми лицами явно не славянской внешности. «Марат, ей надо помочь!» «Конечно, Аль, помоги мне посадить её в машину!» Инна чуть не расплакалась от благодарности к этим людям. Они и в самом деле ей помогли подняться, усадили на заднее сидение старенького жигуленка, а потом отвезли к себе домой. Женщина была в таком ужасном состоянии, что первым делом попросила искупаться. Алия отвела её в ванную комнату, принесла полотенце, свою чистую одежду, и в глазах Инны снова показались слёзы. Она долго приводила себя в порядок, не решаясь выйти к хозяевам с огромным синяком под глазом и разбитыми губами. За всю жизнь она никогда не выглядела так плохо. Её лицо распухло и теперь напоминало лицо алкоголички Нади. Инна не выдержала и расплакала, и жалея о том, что приехала сюда. А ещё она не понимала, как её Милана могла связаться с парнем из такой семьи. В дверь в ванной комнаты тихо постучали. «У вас всё хорошо?» – послушался голос Алии. «Да-да, спасибо, я уже иду», – ответила Инна Викторовна. К её удивлению, гостеприимные хозяева не только позволили ей привести себя в порядок, но и накрыли на стол, чтобы накормить свою нежданную гостью. Расстроганная Инна разговаривалась с Маратом и Алиёй, узнала, что они всего несколько лет как переехали сюда, оставив родину. Дом купить смогли только в этом посёлке, здесь было самое дешёвое жильё. На работу ездили в город на своей старенькой машинке и как раз возвращались оттуда, когда увидели, как местный алкаш Иван выволок из своего дома Инну и толкнул в грязь. Инна Викторовна залилась краской. Она поняла, что эти люди приняли её за такую же, как Надя и Ваня, но объяснять ничего не стала, потому что не хотела выглядеть ещё глупее. Отдохнув после обеда, она покинула чистенький гостеприимный домик, хотя Алия настаивала на том, чтобы Инна осталась у них на ночь. Но женщина больше всего хотела попасть домой, а потому попросила своих новых знакомых вызвать для неё такси. Телефон она, к сожалению, тоже потеряла в доме Ивановых. Марат категорически отказался это делать и вызвался сам отвезти гостю в город, не слушая возражений. Инна согласилась, но когда приехали на место, она просто попросила высадить её недалеко от дома, не желая показывать, где живёт, чтобы избежать новой неловкости. С тех пор прошло несколько дней. Инна с ужасом вспоминала свою поездку, но теперь точно знала, что ни за что не позволит Милане связывать свою жизнь с этими маргиналами. И когда дочь вернулась домой, устроила ей скандал. «Поздно, мама. Мы с Ваней уже назначили дату свадьбы, и он сейчас приедет вместе со своими родителями, знакомиться с тобой и просить мои руки». Инна представила Ивана и Надежду в своём доме и закричала от ужаса. Синяки на её лице ещё не прошли, и ей приходилось подолгу замазывать их косметикой. Даже Милана ни о чём не догадывалась. «Ноги их здесь не будет», – тихо сказала Инна Викторовна дочери. «Я не позволю ломать тебе жизнь. Пока я жива, этого не допущу. И если они тут появятся, я вызову полицию». «Мама!» – в глазах Миланы показались слёзы. «Ну нельзя так относиться к людям. Да, они бедны. Но это ведь ничего не значит. Тебе богатство тоже досталось сначала от дедушки, а потом от папы. И если бы он был жив, никогда бы не позволил тебе так относиться к родителям Вани». «Всё, что мне досталось от отца и мужа?» – воскликнула Инна. «Я приумножила в два раза. А теперь ты хочешь, чтобы эти алкоголики всё пропили?» «Мама, не говори так о родителях Вани. Я люблю его». В это время послышался звук подъезжающей машины. Инна выглянула в окно, увидела приехавших и со страшным криком бросилась к дверям. Милана побежала за ней. Она решила, что мать сейчас устроит скандал и хотела остановить её. Но в изумлении замерла, увидев, что та радостно обнимает и целует родителей жениха своей дочери. Алия и Марат, а это были они, тоже не рассчитывали на такую встречу. В этой красивой, богато одетой женщине они не узнали жалкую, избитую нищенку, которую недавно приютили в своём доме. Они вообще очень сильно переживали, что им не будут рады родители Миланы. Сын успел сказать, что она из состоятельной семьи, но ему было всё равно, ведь он любил девушку, а не её богатство. Попытки Алии и Марата отговорить сына ни к чему не привели. И тогда они решили, пусть всё будет так, как будет. И всё-таки растерялись при такой горячей встрече со стороны Инны Викторовны. А она уже обнимала их сына, своего будущего зятя и говорила, как счастливо познакомиться с ним. Заметив растерянность на лице гостей, Инна Викторовна рассмеялась. Алия, Марат, вы что, не узнали меня? Это я, та самая женщина, которой вы помогли. Ну, которую подобрали возле дома Ивановых. Вы ведь тоже Ивановы. И сын ваш Ваня. Значит, я просто перепутала дома. Нет, сказал Марат, мы с Абуровы. А Ваню назвали русским именем. В честь человека, который спас моего отца. Но это долгая история, я потом как-нибудь вам расскажу. Мам, а с чего ты взяла, что у Вани фамилия Иванов? Пришла в себя Милана. Так ты же мне сама сказала. Нет, мам, ты просто начала перечислять Петров, Сидоров. Ну вот ей ляпнуло, что он Иванов. Только я ничего не понимаю, ты что, ездила в деревню, где живет Ваня, и уже успела познакомиться с его родителями? И не только с ними, рассмеялась Инна Викторовна. Ну да что же вы стоите, проходите в дом, я вам все расскажу. Через 10 минут все сидели за накрытым столом, обсуждая приключения Инны Викторовны. А она была просто счастлива и уже не сомневалась в том, что ее дочь сделала очень правильный выбор. Благодарю вас за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok